Одна из моих любимых тем – это войны, которые проигрывала Россия. Русско-японская война. Не российская, видите, а русская. Короче, русско-японская война, она длилась полтора года, началась в 1904-м. Так? Она была за контроль над Манчжурией, Кореей и Желтым морем. Россияне, вы проиграли войну. Ну, пожалуйста, перестаньте пиздить. Мы выиграем все войны. Вот. Русско-японская. Запомнили? 1904-й, 1905-й. Проиграли. Началась она 9 февраля, она закончилась 5 сентября 1905-го. Причина, столкновение, итог. Победа Японии! Знаете, что такое Япония? Это страна, которая не Россия. Она победила, не Россия. Теперь смотрите. Значит, силы сторон. Значит, у Японии 1,2 млн, у России 1,365 млн. А теперь смотрите, потери. Значит, японцы, за сколько они пунктуальны? 47 152 человека, либо 47 400 человек. Ну, как бы разница тут вообще в 200 с чем-то человек. У россиян, они хуй считают. Либо 34 тысячи, либо 52 тысячи. Ну, как это можно ошибиться почти что в два раза? Ладно. В общем, короче. Попало в плен 74 тысячи. Японцы вообще в плен не попадалось. Ну, там попало, может быть, тысяча человек в плен. Их тысячи, а тут 74. Россияне, смотрите, русских сдало 74 тысячи. Дальше. Безвозрастные потери. Либо 58 тысяч, либо 86. Разница, ну, почти на 20 тысяч. Россияне, либо 43 тысячи, либо 120. В три раза разница. Россияне вообще, вот, либо вы тупы, либо вы людей не считаете. А вот это прикольно, темочка. Соотношение сил сторон к началу войны. Япония, армия мирного времени. 180 тысяч. Россия, миллион 100 тысяч. Вы знаете, на миллион больше. Вместе с резервистами. 850. Это их 4 миллиона 541 тысячи. На 4 миллиона больше. Население 46 тысяч. А тут 140 миллионов. Россияне, у вас что, было 140 миллионов, так и осталось. Вы как будто динозавры, знаете, вымерли и там, и остались лежать под коробочкой. Как это за 100 лет вас, даже за 120 лет, вас так и осталось 140 миллионов. Ладно, поехали по кораблям. Желтое море. Русская эскадра. Японский соединенный флот эскадры. Значит, у русских 7, у этих 6. У русских 1 броненосец. Ну, конечно, 1. У японцев 6. У русских 4. У японцев 4. 2, 4. 4, 2. 7, 2. 22, 19. 0. Миноносца вообще 0 было. А зачем нам миноносца, да, Россияне? Чего? Мы и так сильные. Японское море. 0, 0. 3, 0. 1, 4. 0, 7. Чего там не было? Бронепалубных вообще не было в японском. Ну, короче, грубо говоря, одно и то же, на мой взгляд. Почему мы проиграли, я не знаю. Вот интересное, россияне. Мы, Николай Второй. Там Путин еще не пишет. Мы, Владимир Васильевич, нет? Путин. Короче, смотрите, какие у него интересные буквы. Смотрите, он пишет. Киевский. Вот так вот, видите? Киевский. Правильно пишет, да? Он не пишет, что он российский. Ну, то есть, он пишет там все российские, да. Но вот он перечисляет города. Московский, Киевский, Владимирский. Видите, он пишет все как будто украинскими буквами. Я не вижу, чтобы он по-русски писал. Вот это все как будто по-украински, да? Новгородский. Ну, кто так пишет? Царь Казанский. Все как будто он украинец, да? Короче, он везде царь, 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 царь. Всех этих царь, великий государь. Все это перечисляет. Какой-то придурок. Слушай, столько не ленивым писать это все. Ну, написал в российском и все. Не перечисляет там. Короче, у меня вопрос. Объявляем. Видите, Е есть. Всем. Зачем тут Е какое-то странное? Ну, что это такое? Тут же Е обычно, тут Е непонятно. Вы же видите, я говорю, у вас язык выдуманный. Вас не было. Вот то, что вы сейчас пишите, это новый язык. Раньше вот такой был язык, который непонятно. Видите, вот что это такое? Вас переделали. Вас каждый, наверное, сто лет переделывает. И вы, если так вернуться, например, какой-то 700-й год, вообще не помните, что там написано. А у вас, смотрите, карикатуры. Как вы знаете, сейчас Путина сажаете на медведя или кого-то, на лошадь, да? Так у вас тоже карикатура, типа у вас русский мужик, там русская пушка. А эти такие маленькие, типа все, там ничего это, да? И хуяк проиграли. А вот итоги войны. Как вы думаете, Александр, где итоги войны были подписаны? Правильно, правильно. Вот рядом со мной, город Портсмунг. Это Портсмунг, Нью-Хемпшир. Совсем недалеко от меня. Вот здесь вы подписали мирный договор с Японией. Вот здесь, сюда вот приехали в Америку, вот буквально от меня час езды. Вот мне ехать, видите? Один час. Вот сюда приезжали вы подписывать мирный договор с Японией. Вот сюда. Да, прикиньте, как вы там сидели, там балдели. А что, тут очень красиво. Вам показать? Вам съездить вообще вот туда? Показать вам, где был подписан мирный договор с Японией? 9 августа 1905 года в Портсмунг, США, при посредничестве Теодора Рузвельта начались мирные договоры. Мирный договор был подписан 23 августа 1905 года. Вот, Теодор Рузвельт, Портсмаус. О май гад, а вы сюда приезжали и с американским президентом подписывали мирные договора. Это интересно, экономические итоги. Государственный бюджет империи в 1903 году составлял миллион девять, что-то, девятьсот, наверное, миллиардов. А, миллиардов. Ну, почти два миллиарда рублей почему-то золота. Не просто рубли, а золота. У вас все время какие-то, знаете, странные слова. Рубли или рубли золота. Короче, на войну ушло больше, чем составлял ваш бюджет. Вот, видите, превысил на семь, как это, семьсот тысяч, да, миллиардов. Причем, короче, ущерб. Вы пошли себе в ущерб. Приводило к сокращению монетарного золотого запаса России и вызывало сомнение возможности сохранения размена бумажных денег на золото. Опять какая-то хуня. Знаете, у вас постоянно проблемы с бумажными деньгами. Согласно подсчетам, на август 1905 года число русских военнопленных в Японии достигло... Слушай, откуда у вас слово «россиян» возникает? Везде написано «русские». Откуда россияне-то по имени в язык еще в 1905 году не было? Россияне, вам что, сто лет, что ли? Вот, короче, вас сдалось в плен 71 тысяча. Ну, там, в порт Артур, 23 тысячи солдат, ладно. Короче, после окончания войны... А, ну, умерло всего 2 тысячи. Ну, то есть, если 71 тысяча, 2 тысячи – это вообще ни о чем. После окончания войны при возвращении плена к 117 человек отказали возвращаться. Что это еще было написано? А, вот. К началу февраля 1906 года в Россию из плена вернулись 10 генералов, 2 адмирала. Представляете, в плену были 2 адмирала и 166 офицеров. Общее количество японских солдат-офицеров, попавших в русских плен, вечно, русских плен, не российский, а русский, составило 1622 человека. Ну, то есть, посмотрите, вас сдалось 71 тысяча, а их сдалось тысяча человек. А это, я не знаю, кто это, адмирал или кто, или Николай. Короче, это вы проиграли войну, вот у вас такой вид такой, задумчивый. Генерал Куропаткин в своих итогах японской войны писал о командном составе. Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, в России не выдвигались вперед, а преследовались. Преследовались. А в мирное время они для многих начальников казались беспокойными. В результате такие люди часто оставляли работу. Ну, то есть, уезжали в Америку, например, или в Японию. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но покладистые, всегда готовы во всем соглашаться с сомнением своих начальников, выдвигались вперед. Да, человек, Ключевский. Война обнаружила полную непригодность флота, его материальной части, личного состава. В сухопутной армии целый ряд глубоких изъянов, отсутствие знаний, произвол, бюрократический формализм высших чинов, а также подавление рядового офицерства, лишенного подготовки и инициативы. То же самое, что и сейчас россияне. Витте в мемуарах писал, не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки или правильнее, наше мальчишеское управление 140, видите, 140. У вас до сих пор 140. Вы же больше, наверное, закупорились, да, россияне?